Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами очень много говорим о пенсиях, о пенсионной реформе. И вот эта новость, она меня просто не то что повергла в шок, но мне просто интересно, кто-нибудь действительно, может быть кто-то напишет, получает пенсию больше 30 тысяч рублей или нет. Потому что в основном я знаю 9, 10, 11, 12 тысяч рублей, там 13. Все дело в том, что в Совете Федерации рассказали о доступности для россиян пенсии в 30 тысяч рублей. То есть в Совете Федерации рассказывают реально о доступности пенсии для россиян в 30 тысяч рублей. Я не знаю, если бы у нас была доступна пенсия в 30 тысяч, то я думаю, что люди жили бы просто прекрасно. По крайней мере я когда говорил, я даже говорил не о 30 тысячах, а я говорил о том, что нужно смотреть кто сколько проработал, но базовую взять 20 тысяч и от нее уже считать, я имею ввиду к ней плюсовать ту пенсию, которая идет за там отработанный стаж, там какие-то особые условия труда и так далее. Ну вот что пишет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза Пенсионеров Валерий Рязанский, рассказал в разговоре с Комсомольской правдой о доступности пенсии по 30 тысяч рублей в месяц для россиян. Меня удивляет, кстати говоря, что глава Союза Пенсионеров у нас в стране, он же и председатель комитета Совета Федерации по социальной политике. Значит, по его словам, около 20% россиян могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей в месяц. На такую высокую пенсию могут претендовать северяне, которые заработали необходимый стаж и уехали жить в другие регионы, рассказал Рязанский. Кроме того, высокие пенсии получают академики и народные артисты, также на более высокие выплаты могут рассчитывать те, кто имел отношение к летному составу, к непосредственным работам в шахтах, военные, ученые, сотрудники правоохранительных органов и судов. Добавим к этому и людей, работавших в системе государственной власти на федеральном и региональных уровнях, в законодательных собраниях и правительствах регионов, ну и, иными словами, бывшие чиновники. 16 января сообщалось, что руководитель Центра аналитики САФМАР Евгений Биесбардис раскрыл условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей в 2021 году. На такую ежемесячную социальную выплату могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц. Не знаю, друзья, я не слышал и не видел в комментариях ни одного комментария, где бы писали пенсионеры, что получают пенсию свыше 30 тысяч рублей. Здесь достаточно большое количество комментариев на ленте.ру. Давайте почитаем, я традиционно скажу, что большинство из них читать нельзя вот так в видео, потому что они такие забористые, но некоторые, я думаю, что, значит... Ну вот первый сразу комментарий Джаджа Бинкс пишет. Сказочник, если ты отпахал на севере и получил северную пенсию, при переезде на юг ты ее потеряешь и будешь получать, как все. Значит, Леонард Виш пишет. Пенсия может быть и больше. Как только инфляция достигнет троекратных размеров, все пенсионеры станут миллионерами. Да, друзья, вот поэтому, в принципе, если есть подписчики или просто зрители, которые случайно увидели это видео, пенсионеры, которые получают, или, может быть, родственники пенсионеров, которые об этом знают, не только заслуженных или народных артистов, да, которые получают пенсию свыше 30 тысяч, напишите, пожалуйста, потому что, ну, за все время, пока я снимаю о пенсии, пенсионной реформе, а я снял целую кучу видео о пенсионерах, да, то я ни одного такого комментария не видел. В основном пишут 8, 10, 12, там, 13 максимум. Ну, чтобы кто-то написал, я получаю пенсию 30 тысяч, я такого просто не помню. Поэтому, друзья, пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Всем подписывайтесь на мой основной канал, канал о саморазвитии Будда Гришна, Life is Good. Добавляйтесь в Инстаграм, Будда Гришна, нижняя подчеркивая единичка. Всем пока, друзья, до встречи.